Привет, красотки! Сегодняшнее видео будет ответом на вопрос, который я очень часто получаю, а именно, какие кисточки и вообще какие инструменты для нанесения макияжа я рекомендую начинающим. У меня уже есть два видео о моих любимых кисточках для лица и о любимых кистях для глаз. Я вам ссылки на оба этих видео оставлю внизу. И в этом видео я вам подобрала те кисти и вообще те инструменты, которые, как я считаю, являются максимально бюджетными и универсальными. Потому что, если вы начинающий, я не думаю, что вам интересно вкладывать огромное количество денег в одну кисточку. Вам хочется много разных, чтобы пробовать, экспериментировать. И в этом видео я постараюсь дать вам максимальное количество вариантов, чтобы каждый мог для себя что-то здесь найти. Начнем с кисточек от Essence. Вот эта кисть, это маленький бочоночек. И вот эта, это скошная такая кисточка для подводки. Эти кисти обе стоят каждая в районе 100 рублей. И, как мне кажется, в целом они оптимальны с точки зрения того, что их относительно легко достать. Если у вас есть Essence в городе, то на стойке Essence всегда эти кисточки присутствуют. Вот эта кисточка была долго моим золотым граилем для нанесения гелевой подводки. Сейчас я нашла более оптимальную для меня лично кисть. Но это, в принципе, сама по себе достаточно хорошая. Ворс у них искусственный. И сразу скажу, девчонки, что я очень сильно рекомендую вам искусственный ворс, нежели натуральный. У меня есть около, может быть, 10 кистей с натуральным ворсом. И они мне, честно, очень не нравятся. Хоть они хорошего качества, но натуральный ворс гораздо сложнее чистить. Он быстрее лезет, он накапливает бактерии. Поэтому искусственный ворс я считаю максимально оптимальным. И сейчас кисти с искусственным ворсом гораздо мягче, по моему опыту, по крайней мере. Никогда они мне еще не вызывали ни раздражения, ни ничего подобного. Так вот, возвращаясь к кисточкам от Essence. Вот эта вот кисточка, это маленький бочоночек, как я уже и сказала. Он отлично подходит для затемнения складки века, для растушевки цвета. Опять же, подходит я им, кстати, наношу цвет на нижнюю линию роста ресниц, когда я хочу сделать такой смокий эффект. Кстати, я сегодня этой кисточкой наносила вот этот вот цвет внизу на свою нижнюю линию роста ресниц и растушевывала. Вот такая вот кисточка от Elf. Кисточка это из линейки Studio Brushes, если мне память не изменяет. Но идут они все по 3 бакса. И в этой линейке кисточки очень хорошего качества, опять же, мегабюджетные. Но одно ее заказывать с какого-то сайта абсолютно не имеет смысла, потому что вы больше заплатите за доставку. Я ее использую для нанесения румян, я ее использую для своего хайлайтера. Она недостаточно большая для бронзера, но, в принципе, если у вас небольшое лицо, можно и бронзер приспособиться ею наносить. Мягкая, не сыпется, не линяет, очень приятное качество у кисточки. Вот этот набор от Ico Tools, и, как я считаю, он просто максимально оптимален для начинающего. Единственный минус состоит в том, что эти кисти нужно заказывать по интернету. Опять же, я их заказывала на Herb, и вам придется заплатить доставку, если вы их будете заказывать, естественно. Поэтому, наверное, опять же, есть смысл заказывать эти кисти, если вы планируете что-то еще заказывать. Но сами по себе кисти замечательного качества. Стоит этот набор в районе 400 рублей, может быть, 450. Две кисточки, но, по сути, вы получаете четыре кисти в вашу коллекцию. Вот эта кисточка отлично работает для подводки, но она работает, по моему мнению, лучше для того, чтобы вводить темный цвет, то есть темные тени на верхнюю линию роста ресниц или на нижнюю линию роста ресниц. Для гелевой подводки она толстовата, но, опять же, она, как мне кажется, отлично сработает для бровей, если вы брови заполняете каким-то пудровым продуктом. Вот эта кисточка более плоская, я ее использую и для нанесения теней самих, то есть набираю тени и наношу их на само веко. И, опять же, этой кистью можно внизу растушевывать тени, можно вот сюда вот цвет в складку века тоже вводить, а потом растушевывать какой-то еще кисточкой. Вот эта вот кисть очень универсальная. Еще вот такой вот один бочоночек, похож он, кстати, по своим свойствам на тот, который я вам показала от Essence, только эта кисть чуть более пушистая, и с ее помощью уже можно растушевывать цвет складки века. То есть вот этой маленькой кисточкой от Essence бочоночкой вы вряд ли что-то так прямо в дымку растушуете, вот этой кистью уже можно гораздо лучше сгладить границы перехода теней. Эту кисть я использую, когда я хочу сделать такой градиент, то есть я наношу сначала цвет вот этой кисточкой, и потом более темный цвет, более точечный наношу уже ближе к самой линии ростресни. Тот набор всем хорош, единственный его недостаток, так это то, что там нет ни одной такой детальной кисти, то есть кисти для более детальной работы. Короче, маленьких кисточек там нет. В этом наборе вы получаете вот такую вот большую кисточку для основного цвета, получаете вот такую скошенную кисть, которую можно отлично использовать для скульптурирования носа, я ее лично так использую. И опять же ее можно использовать для того, чтобы вводить цвет вот сюда вот в вашу складку века. Также в этом наборе вы получаете вот такую вот кисточку, которая просто замечательно подходит для растушевки цвета в складке века, И, опять же, её можно использовать для вот этого смоки эффекта. Но, опять же, я её могу использовать, потому что я люблю цвет достаточно низко спускать. Если вы не любите такой эффект, то, наверное, для цвета на нижней линии растрясницы она вам не подойдёт. Но для растушёвки в складке века сработает замечательно для кого угодно. И что этот набор в лучшую сторону отличает от предыдущего, который я вам показывала, Тека Тулс, так это наличие вот таких вот маленьких кисточек. Я вам уже говорила, что секрет того, чтобы сделать красочный какой-то образ с использованием большого количества разных цветов и не превратить его в грязь, это использовать более маленькие кисточки. Вот эта кисть просто замечательно подходит для нанесения цвета во внутренний уголок глаза, опять же, для растушёвки цвета вот здесь, по нижней линии роста ресниц, для растушёвки цвета по верхней линии роста ресниц, то есть, когда вы хотите сделать такой смокий макияж, добавить тёмный цвет на верхнюю линию роста ресниц и растушевать. Вот эта кисть тоже для тех же самых целей подходит, единственная её разница вот с этой кистью, так это то, что она более плоская, вы видите, и с помощью этой кисточки можно наносить больше цвета во внутренний уголок глаза, то есть, как вы видите, лук, который сейчас на мне я одела с использованием вот этой кисточки, потому что, вы видите, у меня много светлого цвета нанесено, и она идеально просто это делает. Единственная вещь, которая для кого-то может быть минусом, так это то, что эти кисти короткие, они, по-моему, из какого-то тревел-набора, я точно не помню, как он называется, но стоит он тоже в районе около 700 рублей, короче, он стоит, точно не помню, внизу, девчонки, вам оставлю ссылки на все те вещи, о которых я говорю на Herb, посмотрите, сколько там они сейчас стоят. Вот такие вот китайские кисточки, мне кажется, станут замечательным дополнением в коллекции вообще любого человека. В особенности из-за того, что весь набор из 10 кисточек стоит 600 рублей. 600 рублей, девчонки, есть даже селлеры, которые продают эти кисти за 450, по-моему, за 500. Это зависит от того, у какого селлера вы покупаете, они есть в разных цветах, разных финишах, у меня, видите, они черные, с серебром, есть там с золотом, по-моему, с розовым золотом, есть они розовые, есть ворс прокрашенный в фиолетовый, короче, на любой вкус и цвет такие кисточки есть. Все кисти от Экатулс и вообще все кисти, которые я вам буду показывать, все искусственные. Но ворс у них мега мягкий, он не царапает вам века, эти кисти приятные в использовании, именно тактильно к ним очень приятно прикасаться. Ворс у них замечательный, они не лезут, вообще не теряют свои ворсинки. У меня эти кисти уже, наверное, около 5 месяцев точно. Я их мою постоянно, использую постоянно. Быстро пробежимся по кисточкам для лица, они у меня, как вы видите, грязные, потому что я их использовала в своем макияже. Вот эта вот кисточка замечательно работает, как кисточка для скульптурирования, видите, она вот сюда вот ложится. Из-за того, что она скругленная, она наносит продукт на ваши щеки, одновременно с этим растушевывает его. Вот эта вещь для скульптурирования тоже работает замечательно, опять же, идеально ложится на ваши скулы, растушевывает все, что нужно. Вот эту вот кисточку я использую для того, чтобы наносить пудру себе под глаза, то есть припудриваю вот эту область, вот здесь вот тоже чуть-чуть. Хотела еще ее приспособить для хайлайтера, вот сюда на скулы, но не вышла, потому что она дает слишком плотное покрытие. Кроме как для припудривания консилера, я не знаю еще, для чего ее использовать. Если кто-то знает, для чего такая кисточка может пригодиться, напишите, пожалуйста, мне в комментах. Вот эту кисть я чаще всего использую для румян. Опять же, ее можно приспособить и для скульптурирования тоже, но она чуть более крупная, то есть поверхность ее рабочая, чуть больше, чем у предыдущих кисточек. Как мне кажется, она румяна наносит вот сюда просто идеально. И вот эту кисточку я тоже чаще почему-то приспособилась использовать для румян, хотя, опять же, повторюсь, с ее помощью можно и скульптурировать тоже. И, кстати, с помощью вот этой кисточки можно, в принципе, наносить тональную основу. И пять вот таких кисточек для глаз также идут в этом наборе. Вот это очень удобно для того, чтобы растушевывать цвет складки века. Кисточка-карандаш. С ее помощью можно делать стиль макияжа Cut Crease. Прорисовываете себе в складке века такую четкую линию, потом растушевываете ее вверх. Я вам показывала мелкие кисточки, они более пушистые, и они делают цвет более дымчатым, а это будет наносить его более плотно и более пигментированно. Вот эта кисточка отлично, как мне кажется, сработает для того, чтобы наносить себе складку века и сразу его растушевывать. То есть вот так вот и вот так. Вот эта кисть больше, и я ее лично использую для того, чтобы растушевывать цвет вниз. Потому что если вы будете этой кисточкой вот так вот делать, ваш цвет пойдет выше, чем вы хотите, а когда вы как бы сверху светлый цвет растушевываете вниз, она как раз делает тот финиш, который, по крайней мере, с моим размером глаз и с моим разрезом глаз нормально работает. То есть та кисть, которая одному человеку идеально подходит для того, чтобы растушевывать тени, для другого человека может быть слишком большой и так далее. Держите это тоже в уме, но я вам тут показываю максимально оптимальные варианты. А дальше уж просто смотрите по размерам и сопоставляйте это с тем, насколько большие или маленькие у вас глаза, и прикидывайте, что вам именно подойдет. Еще одна кисточка тоже скошенная, можно использовать точно так же, как я вам говорила, можно использовать вот эту кисть. И опять же можно использовать для того, чтобы растушевывать цвет. Вот здесь вот в складке века, если вот так вот ее поставить острым кончиком, она отлично вот так вот растушевывается. Спонж от Релотик низ. Девчонки, стоит он в районе 400 рублей. Он дороговат для спонжа, но он дешевле, чем бьюти-блендер, и он делает ту же самую работу. То есть он облегчает вашу работу просто на все 100%. Если вы только начинаете работать с тональными основами, если вы никогда не наносили тональную основу, не знаете, как это делается, мочите эту вещь в воде, выжимаете его, выдавливаете необходимое количество тональной основы себе на руку, набираете спонжем и наносите вот такими движениями на лицо. Он делает нанесение тональной основы просто раем. После того, как я начала использовать этот спонж, я свои кисти для лица не использую вообще. Хотя до него у меня был другой спонж, и тот я тоже использовала, любила, но я не всегда им наносила тональную основу, потому что иногда результат с использованием кисти мне нравился больше, чем результат с предыдущим моим спонжем розовым, таким, если кто-то еще помнит его, я его в этом видео тоже использовала. Этот спонж гораздо лучше, чем тот мой розовый, и он дает гораздо более идеальный результат. Он стоит этих денег. Он держится достаточно длительное время. Когда я его купила, девчонки, вы помните, у меня было видео распаковки, I hope, не помню точно, но когда-то то ли в начале зимы, и до сих пор, видите, он у меня жив, хотя я его использую каждый день, и причем иногда каждый день по несколько раз, потому что я иногда за день делаю больше, чем один макияж. И вот такие две кисточки от Real Techniques тоже решила здесь показать. Капитал вложения, но эти кисти, опять же, я считаю, стоят этих денег. Вот эта кисть называется Blush Brush, то есть кисть для румян, и вот эта кисть называется Expert Face Brush, то есть кисть для лица. Именно вот этой кисточкой я наношу свою тональную основу, если я не использую спонж. И, как мне кажется, она дает более плотное покрытие. Если вы хотите именно плотного покрытия, тональной основы, то вот эта вещь вам может понравиться. И я ее сейчас использую для того, чтобы растушевывать скульптурирование носа. Вот здесь вот для этого она работает просто идеально. И если вам нужна многофункциональная вещь, которая работает как кисть для румян, как кисть для бронзера, как кисть для пудры, то очень советую вот к этой кисточке присмотреться. Она у меня, наверное, уже больше полутора лет. Сколько раз я ее мыла, вообще ни один волос, наверное, она не потеряла. Очень мягкая, приятная, классная кисть. Еще сюда включила я вот такую вот кисточку для нанесения помады. Реалтикник сделает качественные кисти, но они не бюджетные. Не то, чтобы они мега дорогие, то есть они дешевле каких-нибудь кистей от Мак или тому подобных, но они гораздо дороже, чем и котов. В любом случае, эту кисточку я вам здесь показываю, как пример. Не обязательно вот такую покупать. Любую кисть для помады, которую вы можете найти. Возможно, у Эссенс есть какая-то похожая кисть. Если вы никогда не носили яркую помаду и вы пытаетесь нанести ее из тюбика, в большинстве случаев вы ее нанесете криво. Это не потому, что я в вас не верю, это просто потому, что я вспоминаю себя, когда я только начинала носить красную помаду. Вот такая вещь очень облегчит вам работу с любым ярким цветом. И опять же, яркий цвет, нанесенный аккуратно, уже априори выглядит стильно и интересно. Поэтому очень рекомендую включить в свою коллекцию какую-нибудь кисточку для нанесения помады. На этом, девчонки, буду завершать свое видео на сегодня. Надеюсь, оно было вам полезно, попыталась подобрать максимально оптимальные вещи, бюджетные и качественные при этом. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока! И никогда у меня еще не вызывали невозра... Субтитры сделал DimaTorzok